Добрый день, уважаемые зрители! Вы на официальном канале компании СТТ ГРУ, канале, посвященном информационной безопасности и специальной технике, разработанной компанией СТТ. Здесь вы можете познакомиться с научно-популярными лекциями о том, как работает сочида информационных потоков, как на самом деле устроено антишпионское профессиональное оборудование и узнать некоторые полезные вещи для себя. Я Дмитрий Сурков, специалист СТТ ГРУ в области защиты информации. Сегодня мы поговорим о мифах и правде в области прослушки. Если вы забьете в поисковый запрос прослушивающее устройство, вам обязательно выпадет огромное количество предложений купить жучки, а также видеообзоров с тем, как уберечь себя от нежелательных ушей. Разбираемся, что из этого миф, а что из этого правда. Да, и помните, что незаконная прослушка преследуется по закону. Итак, существует довольно много утверждений в области, связанной с нелегальным получением информации с помощью негласного перехвата данных, или как их проще называют, ручки или прослушка. Рассмотрим основные из них. Миф номер один. Многие думают про себя, я простой человек, работаю клерком в офисе или менеджером в небольшой компании, и меня никто прослушивать не будет. На самом деле это достаточно сильное заблуждение. Любой человек может попасть в зону риска. Специальные программы, позволяющие без ведома пользователя активировать видеокамеру или микрофон смартфона, который у нас всегда с собой, могут быть установлены при посещении вами сомнительных сайтов или при скачивании пиратских программ или фильмов. Далее вы приходите на рабочее место, общаетесь с коллегами, руководством, одним словом обсуждаете конфиденциальную информацию, относящуюся к вашей фирме, а может быть и не только к вашей фирме. Это все записывается и потом анализируется злоумышленниками. После анализа может быть продано конкурентам или использовано в иных, в том числе и противоправных целях. Каждая десятая утечка в России произошла из компаний, работающих в сегменте малого бизнеса. По данным специалистов, среди причин это недофинансирование, низкий уровень культуры обращения с информацией и недостаточный контроль персонала. Вот почему необходимо соблюдать элементарные меры безопасности и информационной гигиены. Но об этом мы поговорим в следующих наших выпусках, а сейчас пока вернемся к мифам и реальности. Итак, миф номер два. Довольно часто мы встречаемся с высказыванием, если при разговоре по мобильному телефону связь прерывается, то меня слушают. Разберем это заблуждение. Начнем с того, что на законных основаниях постановка на прослушивание может происходить только с санкцией суда, то есть в случае, когда вы находитесь, так скажем, под колпаком по подозрению в каких-то противоправных действиях. Поверьте, в этом случае никаких прерываний, помех и прочей ерунды вы никогда не почувствуете. Но если даже кто-то незаконно решится вас прослушать через мобильный, то он, скорее всего, будет действовать одним из трех способов. А именно, первый вариант. С помощью аппаратуры подмены базовой станции и снятия шифрования с ваших разговоров. Дело в том, что в момент установления связи ваш телефон начинает искать среди нескольких ближайших базовых станций канал с самой большой мощностью. В этот момент аппаратура подмены и выдает себя за легальную базовую станцию, через которую вы уже дальше общаетесь с другими абонентами, что приводит, соответственно, к перехвату вашего разговора. Аппаратура такого плана, конечно, достаточно дорого стоит, и она не по карману обычным злоумышленникам. Второй вариант. Через провайдера. Здесь, опять же, это можно сделать только законным способом. Но, возможно, найдутся нечистые на руку сотрудники провайдера, которые за определенные вознаграждения или под давлением каких-либо обстоятельств могут порой пойти на противоправные действия. Третий вариант. Через установку на смартфон специальных программ шпионов. Но об этом я уже рассказывал выше. Как вы понимаете, ни в одном из перечисленных случаев прерываний связи при разговоре не будет. Так что, скорее всего, эти прерывания связаны с помехами в работе мобильного оператора или провайдера. Миф номер три. Миф о том, что существуют суперприборы, которые найдут любой жучок. Это тоже сильнейшее заблуждение, которое пытаются вам навязать недобросовестные игроки рынка информационной безопасности, а также просто шарлатаны, которые наживаются на доверчивых людях. Любой прибор предназначен для выявления определенных признаков или совокупности признаков, относящихся к устройствам съема информации. Соответственно, создать один универсальный прибор просто невозможно. Именно поэтому профессионалы, которые занимаются поиском прослушки, приезжают на объект с серьезным парком дорогостоящей техники, а не с одной шаманской барсеткой или светящейся палкой. Мероприятие поиска занимает минимум несколько часов, а порой и несколько дней, и даже недель, в зависимости от сложности обследуемого объекта. Не верьте, когда вам говорят, что за 20-30 минут с помощью волшебного прибора можно проверить помещение или машину. Это все обман. Еще основным фактором, помимо наличия профессиональной техники, является опыт команды поисковиков. Ведь именно человек, оператор, принимает решение, как поступить с тем или иным признаком, который показала ему аппаратура. И, наконец, миф номер 4. О том, что существует совершенная защита от прослушки. Это, пожалуй, самое глубокое заблуждение из всех перечисленных выше. Именно оно часто приводит к утечке информации. Ведь как только человек психологически понимает, что он абсолютно защищен, то он тут же теряет бдительность и контроль за элементарными требованиями безопасности. Любая, самая мощная система защиты все равно зависит от человеческого фактора. Например, у вас есть защищенное помещение, оборудование, по последнему слову, техники защиты информации. Вы постоянно проверяете его наличие жучков. В общем, враг не пройдет. Но в один прекрасный момент ваша служба безопасности просто не досмотрела важную персону, с которой у вас сегодня переговоры. И этот человек пронес в помещение некое записывающее устройство, например, диктофон. Считая, что совершенная система защиты работает без сбоев, вы спокойно в разговоре выложили очень важную информацию, которая при попадании в нужные руки может привести к краху компании или, как минимум, к вашему увольнению с очень высокооплачиваемой должности. Человек записал это, скажем так, на всякий случай, а потом под давлением определенных обстоятельств продал вашим конкурентам. Я, конечно, может быть, немного утрирую, но такая ситуация вполне может сложиться. Что в итоге? У вас проблемы. А возникли они почему? Правильно, из-за веры в совершенную систему защиты от прослушки. Хотя в целом это касается любой системы защиты. Подводя итог, хочу заметить, что не надо верить всему, что говорят и пишут, особенно в интернете. Для своего спокойствия и уверенности лучше проконсультироваться у специалистов в области, которая вас волнует. Тем более, такие консультации в СТТ-групп бесплатные. Мы всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы при личной встрече или по телефону. Пишите свои вопросы в комментариях или предлагайте темы для следующих обзоров. Мы обязательно их рассмотрим. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о защите информации и средствах, которые помогут обезопасить вашу компанию и лично вас. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова